Привет, друзья! С вами Кристина и мой Котофей Джонси, мой верный помощник и товарищ по швейным моим проектам. Итак, смотрите, в этом видео я вам покажу, как сделать прорезной карман с клапаном для моего пальто Оливия. Уверена, те, кто подписаны на меня в Инстаграме, знают, что я шила зимнее пальто. Продолжая серию видео по пошиву пальто, первое видео уже доступно, я рассказывала вам про дублирование пальтовой ткани, многие, кто видел, уже оценили. Это видео у нас будет про прорезной карман, я уверена, вам понравится. Ну что, начнем. В данном случае вы отмечаете расположение нашего кармана с клапаном. Это нужно сделать обязательно, обязательно прямо на по лицевой стороне вот так вот рисуем. Ну, лучше взять меломыл, так это выглядит. Я использую панду для пальтовой, именно для такой, хорошо. Дальше, следующий пункт, мы делаем наметку. Делаем наметку белыми нитками, ну, смотря какая у вас клеевая. Если, например, у вас белая, да, клеевая, то все-таки лучше сделать какими-нибудь черными, чтобы вам было удобнее работать. Я сделала белыми, все у меня видно. Я могу дополнительно нарисовать мелом. Подготавливаем дальше все остальные детальки. Вырезала свой верхний клапан. Подгоняем по рисунку. Так как у меня здесь елочка, да, и такие вот полосы, обязательно нужно подогнать, да, чтобы все было четко. Далее, вырезаю из подкладочной ткани нижний клапан, подзор. Такую вот обтачку. Она у нас выкраивается по долевой. Посмотрите, на всех детальках указано направление долевой. И это очень важный пункт, как нужно выкраивать. То есть я выкраивала именно вот так. Мешковину кармана я делаю из такого материала. Это называется карманка. Вы можете взять хлопковый материал. Это, в принципе, то же самое, что такой вот типа сорочечный материал. Она только с добавлением полиэстера. И такая немножечко светит. В общем, материал мягкий. И почему я использую именно такой материал для карманов из подкладочной ткани, все-таки не рекомендую делать, так как подкладочная ткань может в швах порваться. И для надежности рекомендую использовать такой вот хлопковый материал для своего кармана. Очень важно продублировать обтачку карманов согласно вот этим вот разметкам. Посмотрите, как у нас будут расположены припуски. То есть у нас такая обтачка с подзорчиком. Вот таким вот образом это выглядит. Оп! Наш верхний клапан тоже так же должен быть продублирован. На бумажной выкройке такой вот небольшой лайфхак. Лучше всего отрезать вот этот вот край припуска. Для чего я это делаю? Для того, чтобы четко нарисовать контур, по которому у нас будет проходить строчка. Иногда бывает такое, что новичкам очень сложно проложить ровную строчку. И чтобы проложить ровную строчку, я вам рекомендую таким вот образом наметить. И прямо же по вот этой линии, где у нас мел, прокладывать строчку. Так реально получается намного ровнее. Нам необходимо сложить лицевой стороной внутрь клапан нижний и верхний, сколоть булавками. И проложить строчку, так как я вам рассказала ранее. Нижний клапан у нас чуть меньше, чем верхний. Это нормально. И теперь необходимо фигурно высечь припуски на скруглениях. Вот здесь. И вот здесь. Выворачиваем. Выправляем наши вот эти вот закругления и приутюживаем. Смотрите, так как наш нижний клапан из подкладки, он чуть меньше, он у нас очень красиво зафиксировался как бы с нижней части. И его практически не видно с лица. Это очень круто. Теперь нам необходимо край клапанов выметать. Подготовленный клапан, как он у нас выглядит. Теперь мы его откладываем и занимаемся уже другими вещами. А именно, нам необходимо, еще раз проговорю информацию, наметить расположение кармана. С изнаночной стороны я также мелком обрисовала. Здесь на нашей обтачке я также рисую дополнительную линию. И все можно прикладывать. Прикладываю точно по контрольным меткам. Нашу обтачку к нижней вот этой вот линии рамки. Прикладываю скаловыми булавками. При необходимости вы можете наметать, чтобы у вас ничего не ездило. Я прокладываю строчку от этой точки до этой точки. Вначале, в конце я ставлю закрепки. Строчку я проложила. Все у меня четко. И с изнаночной стороны я проверяю ровность выполнения работ. Все отлично. Далее я беру клапан и прикладываю его к верхней части нашей рамки. Также стыкую по уголкам нашей рамки. Так вот состыковала скаловыми булавками. Все я расположила. Здесь я проверила состыковку. Здесь очень важный момент. И прокладываю строчку от уголка здесь и до другого уголка. Если вам сложно, то вы можете прямо проложить строчку, повернув наше изделие наизнанку и по изнанке вот здесь проложить строчку. Тем самым у нас реально получится очень ровно. Итак, я строчку проложила. Снимаем булавки. Проверяю с изнаночной стороны. Здесь у нас, видите, припуск захвачен. Все отлично. И здесь у нас произошла состыковка. Круто. Все это мы пока откладываем. Итак, далее мы берем нашу мешковину. Смотрите, здесь я нарисовала линию, где будет притачиваться наш подзор. Подзор мы делаем из подкладки. Почему так? Потому что дополнительная толщина нам здесь не нужна. И идеально из тонкой подкладки под цвет всего нашего внутреннего пальто. Прикладываю в подзор точно. Оставляем здесь припуск. Прикалываю булавочками. При необходимости вы можете проложить ручной стежок, чтобы не шить по булавкам. Все-таки эта травма опасна, и не рекомендую я это делать. А если же вы просто уже знаете, как работает с булавками, то мы просто прокладываем строчку. От нашего края мешковины до другого края. Все, ставим закрепочки. И отворачиваем наш подзор к верхней части мешковины. Все, я проложила строчку. Здесь у нас все будет внутри спрятано. Приутюжила. И отвернула наш подзор к верхней части нашей мешковины кармана. Смотрите, как у нас тоненько получилось. С изнаночной стороны у нас просто строчка. Нашу мешковину кармана приложите к клапану. Вы можете таким вот образом сложить, перевернуть, зафиксировать. Так и так. Сколола именно по вот этой части, где у нас клапан и подзор. Сколола булавками. И теперь нам необходимо проложить строчку, закрепляя подзор и клапан. Для этого я вам рекомендую использовать такую вот однорыжковую лапку. Вы можете взять лапку для молнии. И проложить строчку в 7 мм от нашего края. Вот так мы очень близко подошли к строчке. У нас здесь практически не видно нашей строчки, соединяющей клапан. Все, теперь мы берем, так вот все расправляем, переворачиваем. И здесь для себя нарисуйте линии, по которым мы будем разрезать. Опять же, мы все выправляем, надрезаем и рассекаем, не доходя до наших уголков 1-2 мм. Теперь мы аккуратно выворачиваем на изнаночную сторону мешковину, нашу обтачку. Клапан остается на лицевой стороне. Все, вот таким вот образом все выправляю, расправляю. Смотрите, как уже красиво. Нам необходимо на этом этапе выметать и закрепить нашу обтачку к припуску полочки нашего изделия. Вот так мы расправляем и вот эту вот часть нужно расправить. И аккуратненько выметываем. С изнаночной стороны вы можете аккуратненько приутюжить. Здесь мы выворачиваем наши уголки наизнанку, здесь и здесь. Приутюживаем вот это вот место нашей обтачки аккуратненько. И вы можете также это сделать по лицевой стороне, но обязательно пользуйтесь именно проутюжинником. Временно закрыть наш карман, его конечно желательно выметать, но нам нужен быстрый доступ, поэтому рекомендую здесь поставить булавочки. Мы никаким образом не травмируем нашу ткань. А здесь перед тем, как поставить булавки, нам необходимо, да, нам нужно здесь все состыковать, все выправить. Таким вот скрепляем, чтобы с изнатки у нас все выглядело ровненько. Далее вот здесь нам необходимо выправить. Застрачиваем вот этот треугольничек четко в край, захватываем обтачку и мешковину. Проверяем нашу работу, смотрим, что у нас все получилось. С изнанки у нас тоже все замечательно. Теперь нам необходимо сделать влажно-тепловую обработку. Рекомендую делать это вот через протюжник. Это может быть любая хлопчатобумажная ткань. Можно даже взять карманку и также с ней поработать. На однотонных тканях ВТО проводить бывает иногда сложно. Если мы будем утюжить вот этот вот участок, где у нас клапан прямо по клапану и как-то припечатывать, то у нас вот здесь будет образовываться, ну как бы припечатываться именно наш клапан. И чтобы этого не происходило, вы можете под наш клапан вот сюда, в это местечко, наглядно покажу, вот здесь вы можете положить именно поролон и утюжить таким вот образом. Клапан не будет пропечатываться на изделие и автоматом как бы отутюжится вот этот райончик и немножечко приутюжится наша нижняя часть изделия. Так что такой вот лайфхак. У нас остались заключительные работы. Мы берем нашу мешковинку кармана, прикладываем к подзору нашей обтачки, уравниваем срезы и прокладываем строчку от края до края. Вначале и в конце мы ставим закрепки. Строчку я проложила. Расправляем нашу мешковину, выправляем, скалываем булавками по этим вот срезам. Все отлично. И дальше мы прокладываем строчки, стачиваем срезы подкладки кармана между собой. С этой стороны и с этой стороны. Вначале и в конце мы ставим закрепки. С изнаночной стороны все у меня готово. Теперь нам необходимо сделать контрольное БТО. Так, смотрите, наглядно покажу как пользоваться поролоном. Он может быть чуть меньше, да и лучше брать чуть меньше. У меня, конечно, толстенький. Здесь примерно сантиметр где-то. Вот таким вот образом я укладываю клапан. И аккуратненько приутюживаю. Здесь также можно подложить поролон. Здесь также следует приутюжить. Мешковину. Все, мы можем снимать нашу наметку. На таком кармане я вам рекомендую закрепки сделать в верхней части нашего клапана, закрепляя припуски здесь и здесь. Их практически не видно, но это даст прям такую стабилизацию хорошую. Здесь вот и вот здесь. Видите, я закрепила и наш клапан вообще никуда не изгибается. И плюс вот это вот наше место, оно немного сплющилось. Это тоже очень хорошо. Еще раз это место можно приутюжить. Вот этот верхний кусочек. И все, наш кармашек будет готов. Друзья, все готово. Мы с вами сшили такой вот замечательный карман с клапаном и с обтачкой. Все у нас красиво зафиксировано. Внутри у нас также все очень красиво, плоско получилось. На канале скоро выйдет следующее видео по пошиву пальто. Мы будем собирать уже пальто. Разберемся с втачиванием рукавов и втачиванием нашего воротника. Будет интересно. Ну что, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok